Это Газель НН. И главный вопрос, что же это? Действительно новая машина или глубокий рестайлинг предыдущий? Будем разбираться. От Газели Некст модели НН досталось действительно многое. От кабинного модуля и турбодизеля Каменс до шасси и рамы. Однако перепутать старую и новую машины нельзя, ведь последней полагается модная светодиодная оптика и радикально перекроенное оперение. А вот в кабине новая абсолютно все. От обивки пола до обивки потолка. И, конечно, совсем другая передняя панель. Причем в ней столько отсеков и емкостей, что найдется место буквально для всего. Кроме панели нельзя не заметить иные кресла. Притом водительское подрессоренное, а пассажирское раскладное. Из средней секции можно соорудить столик. Внутри грузовой отсек вроде бы выглядит как раньше. Но на самом деле кузов стал крепче, дверные проемы жестче, плюс появились новые дверные замки и дверные петли. Но все это владелец «Газель-НН» оценит уже в процессе эксплуатации, поняв, что новая машина лучше и надежнее, чем «Газель-Некст». В плане надежности обещана масса позитивных сдвигов, включая доработанную конструкцию рамы, улучшенную технологию окраски и полностью новое электрохозяйство, построенное на основе кан-шины. Благодаря последнему «Газель» стала подключаемой. Сейчас за машиной можно следить на маршруте, оценивая расход топлива и тому подобное. А вскоре владелец получит возможность управлять некоторыми функциями удаленно. Сегодня мы имеем только две версии – бортовую и цельнометаллическую. Но говорят, что количество модификаций будет расти в геометрической прогрессии. Уже запланированы три варианта полной массы – четыре длины колесной базы, две высоты крыши и шесть типов кузова, не считая спецтехники. В настоящее время NN оснащается только турбодизелем Cummins. Но на подходе новый трехлитровый мотор UMZ серии EvoTech. У него сразу будет несколько исполнений – бензиновая, метановая и пропан-бутановая. Пока единственная коробка передач – свежая шестиступка, спроектированная и выпускаемая самой группой газ. Но уже сейчас инженеры работают над установкой автомата. Еще одна трансмиссионная новость – усиленный задний мост. Продажи машин уже стартовали. Причем новинка оказалась всего на 220-250 тысяч дороже, чем предшественница. В базовую версию включена подушка безопасности, круиз-контроль и другие приятности. А в следующем году «Газеле» предстоит обрасти массы электронных помощников. А для этого сменить гидравлический усилитель на электрический. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...